Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Тикитон Лайф. Анонс предстоящих премьер, список самых кассовых фильмов Казахстана, а также рейтинг самых ожидаемых событий – все это для тех, кто действительно заботится о качестве своего досуга, и вы увидите это прямо сейчас. Только вслушайтесь! Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и Флэш. Сочетание этих имен в одном предложении вызывает дикий восторг у одних и нервный тик у других, особенно если последний приверженцы комиксов Марвел. Но сегодня праздник на улице DC, супергерои объединились. Предстоящий супергеройский боевик режиссера Зака Снайдера, основанный на одноименном комиксе, стал пятым фильмом в расширенной вселенной DC после Чуда-женщины. И, кстати, последняя в исполнении Галь Гадот засияла с такой силой, что теперь и вовсе сложно представить франшизу без ее участия. А ведь все могло бы сложиться иначе, ведь изначально картина должна была выйти еще в далеком 2007 году, конечно же, с абсолютно другими актерами. И вот теперь релиз фильма состоится сегодня, спустя ровно 16 лет с момента выхода мультсериала Лига Справедливости. Дали поклонникам чуточку подрасти. И что же мы видим в фильме? Бэтмен остался без своего извечного соперника Супермена. Пораженный его поступком, Брюс Уэйн снова начинает верить в людей. Он решает собрать новую коалицию, которая будет противостоять злу на Земле. Как по крупицам он собирает оставшихся супергероев, и, заручившись их поддержкой, Лига Справедливости встает на защиту человечества. Ведь зло уже не просто близко, оно здесь, и, быть может, спасать мир уже поздно. Мы просим людей, которых не знаем, рисковать жизнью. Сильный сильнее один. Слышал такое? Говорят, не так. Все как раз наоборот. Один в поле не воин. Миру нужен Супермен. Я обещал ему. Поэтому собрал вас вместе. Погнали дальше. Атон! 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 Как много внимания оказывается деятелям шоу-бизнеса. Мечты о славе, толпе поклонников, а также беззаботной жизни порой сводят с ума неокрепшие умы. Но так ли беспечна жизнь звезд на самом деле? Следующая премьера приложила максимум усилий, чтобы продемонстрировать все тяготы жизни светской тусовки. Фильм «Мифы» — это режиссерский дебют известного актера Александра Молочникова, собравшего в своем сюжете невероятное количество российских звезд кино, воплотивших на экране комедии собственный альтер-эго с изрядной долей иронии и юмора. Это своеобразная комедия абсурда о страннике-греке, который хочет повторить путь Одиссея, но вместо этого попадает в современную Москву. Его ждет знакомство с первыми лицами столичного Олимпа — поп-звездами, шоуменами, актерами и продюсерами. Согласно синопсису, фильм расскажет о знаменитых продюсере и режиссере Федоре, актере Сергея, телеведущем Иване, чьи успехи, как оказалось, являются мифами. Позиционируя мифы как иронию и стек над столичной тусовкой, создатели лукавят. В лучшем случае это капустник российских звезд с песнями и танцами, в котором особенно смешно шутят над собой Федор Бондарчук и Сергей Безруков. Обаятельная улыбка Игоря известна даже в Голливуде. Там про тебя один фильм уже сняли — «Челюсти». Шутят все время, понимаешь, по поводу необычной конструкции моего рта. Но там еще не знают, что он талантливый поэт. Я как трубач без тубы и рву сквозь слезы губы. Если можно, не рви губы, вы одну улыбку уже потеряли в вашей семье. И, конечно, депутат, которая запретила все. Петя, узнай, почему наши женщины втыкают драгоценности в дыхательную трубку ребенка. И правильно — нечего. Это что такое? Это современное искусство. Я же его запретила. Это чудо! Минувшая премьерная неделя доказала, что не обязательно быть легендарным Тором, чтобы захватить рейтинг кинозборов. Достаточно порой быть просто лучшим сыщиком — Эркюлем Пуаро. Очередная экранизация фильма «Убийство в Восточном экспрессе» собрала в кинозалах Казахстана ценителей детективов и заработала целых 248 миллионов тенге. Мировые сборы картины составили 87 миллионов долларов и уже практически вдвое превысили затраты на создание картины. Между тем, Тор Рагнарёк довольствуется вторым местом рейтинга и ощутимо просевшими сборами в кинотеатрах 89 миллионов тенге на второй неделе проката. Хотя его это, пожалуй, мало беспокоит. Мировой заработок превысил 600 миллионов долларов. А в тройке лидеров уверенно держится отечественная картина «Брат или брак» на третьей неделе проката получил от зрителей дополнительные 35 миллионов тенге. И если в Италии выступления с участием животных упразднили законодательно, то у жителей Алматы и Астаны все еще остается возможность поразиться умением хищников. В столице выступает цирк Мстислава Запашного, а в Алматы приезжает настоящий цирк Шапито уже ближайшие выходные. А тех, кто по каким-то причинам выбирает иные формы досуга, наверняка порадуют следующие события. Уникальное выступление симфонического, но все же не просто оркестра, как он сам себя называет, состоится в Алматы уже завтра и в воскресенье 19 ноября. Астанчан наверняка порадует футбол. Болеем за чемпионов Казахстана в матче против Виллариаль 23 ноября. Карагандинцев будет смешить Нурлан Сабуров, а жители Алматы и Астаны Павел Воля уже в начале декабря. Настало время подвести итоги нашего еженедельного конкурса. На этой неделе в кино от Тикитон направляется пользовательница по имени Айжан Нурмухамбетова. Поздравляем и желаем приятного просмотра! Если и у вас есть непреодолимое желание отправиться в кино вместе с Тикитон, пожалуйста, делитесь данным видео у себя на страничках в социальных сетях с хэштегом ТикитонЛайф83, а также не забывайте подписываться на наш YouTube канал. На этом у меня все, я желаю вам приятного досуга и напоминаю, что мне будет очень приятно получить ваши лайки и комментарии под данным видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok